Здравствуйте дорогие зрители. Сегодня у нас новости из ряда вон, во всяком случае некоторые из них. Итак, начнем с настоящей бомбы. Одно из мексиканских желтых изданий сообщило, что продюсер Хосе Альберто Кастро будет уволен с телевизии после не то 25, не то 26 лет безупречной работы. Вот. Издание связалось с источником на телевизии и этот источник поведал такие подробности, что кровь в жилах стынет. Оказывается, Эльгуэра пил, дебоширил, употреблял наркотики, расходовал бесчетно деньги компании и даже мошенничал с этими деньгами. Ну там есть масса вариантов, когда продюсер может, ну скажем так, прямо сэкономить немножко денежек в свой собственный карман. Про Эльгуэра давно поговаривали, что у него есть некоторые проблемы с разными нехорошими пристрастиями, типа пьянки и наркоты. И что одной из причин его разрыва с Ангеликой Риверой было именно то, что он распускал руки, поскольку она пыталась его как-то образовывать. Но это были только слухи, ничем конкретным, не подтвержденным. Потом очень много писали о его разрыве с Анжелик Бойер. Якобы Анжелик ему изменилась с Себастьяном Рульи, а он ее за это поколотил. Оскорбленная девица помахала папику ручкой и теперь живет в свое удовольствие. По Парижам ездит. Анжелик на эту тему высказалась очень определенно. Она сказала, не было этого и пунто. Он меня не бил. И вообще отношения у нас остались хорошими. Никаких, так сказать, непониманий нет. Все отлично. Просто у нас разные пути жизненные. Он идет своей дорогой, а я в своей. Ну и что? Далее в статье пишут, что подкосил Эль Бойера не просто уход его любимой девочки, а то, что она очень быстро его забыла и закрутила роман с Рульей. Он как бы этого не ожидал. Он думал, она тоже будет страдать. Но ничего подобного. Девушка утешилась удивительно быстро. Ну а чему, собственно, удивляться? Себастьян Сурита тоже могла поделиться своим передовым опытом. Его роман «Санжелик» закончился моментально, когда девица встретила не сильно молодого, но чрезвычайно перспективного продюсера, после Альберта Кастро. А потом они совместно сделали все, чтобы Себастьяна с телевизора выдавить. В результате бедный Сеп на телемунда снялся в провальной новоле и сейчас непонятно, чем будет заниматься дальше. Ну что, а теперь Кастро получил, так сказать, ответку, похудел от расстройства на 20 килограммов и пустился во все тяжкие. В статье пишется, что друзья даже пытаются его пристроить, полечиться в специальную клинику, потому что и производство страдает, и сам Кастро на грани, что у него проблемы не просто, так сказать, с пристрастием, но у него проблемы уже психического характера. То есть караул полный. Якобы он является на работу в непотребном виде, устраивает там скандалы, ну и в результате такой вот работы замечательной. Его последняя новелла проваливается по всем пунктам, а компания терпела-терпела, а потом устроила аудит всех его новелл и нашла гигантский перерасход средств. И вот результатом стало увольнение. Новость, конечно, была сногсшибательная, но тут же подключились другие источники. Ну вот у нас есть такая знаменитая программа, радиопрограмма «Формула Экспектакула». Господи боже мой, хочется по-английски сказать «эспектакула». Там было сказано так, что ничего подобного, Кастро работает, съемки продолжаются, он в своем офисе никуда уходить не собирается. Потом люди, которые с телевизором связаны и пишут на одном очень интересном форуме, тоже сказали, что ничего подобного, что все это вымысел и что издание это желтое, оно что-то там придумало. Потом его дочь София жутко возмутилась этой наглой ложью и стала яростно отца защищать. И даже намекнула на то, что знает имя этого самого источника, который облил ее отца грязью. Словом, все становится еще более непонятным и запутанным. Кстати, в этой статье досталось не только Хосе Альберто, Перепало и Сальвадору Михи. Источник сказал, что новеллы Михи тоже проверяли и нашли массу мертвых душ, которые получали деньги, не работая. То есть там было денег потрачено на вот этих мифических работников, что-то 30-40 тысяч песо. Ну, пустяки делал житейское. Ну, сами понимаете, мертвые души расписываются, денежки получают, а потом отдают на карман продюсеров. Ну, нормальная такая практика. Потом, тут еще же что. Все его последние новеллы провальные. Лат-Импистат вообще завалилась со страшной силой. И Леви их, так сказать, не удовлетворил. И про Химину Наваретой говорили, зачем взял эту девицу неопытную. Ну, и там же еще был скандал очень сильный. В Верокрусе, когда они снимали, ну, на натурных съемках были, на пляже была устроена гигантская попойка. Так вот, во время этой попойки был жуткий скандал. Вызвали полицию. Полиция приехала, обнаружила, что там все в дым пьяные, да еще и под наркотиками. В общем, они могли кое-кого и арестовать. Но тут смешались адвокаты телевизора, и ситуацию как-то так устаканили. Ну, так вот. Чава вроде бы как начал кастинг новой новеллы. Но когда начались аудиты, он притих, заморозил кастинги, и сейчас ждет результата второго аудита. Если подтвердится то, что было действительно мошенничество, откровенно, не просто перерасход, ну, всякое бывает, да, заплатили чуть дороже, чем там это стоило, как было у Кастро, например. Именно в этом обвиняют Хосе Альберто. У Чавы там совсем другое. Там именно чистое мошенничество. Так вот, если это подтвердится, Чава может присесть лет этак на пять. Опять-таки, совершенно не ясно, правда это, неправда это, может быть, это просто выдумка, но осталось ждать недолго. Посмотрим, чем там все это дело закончится. Следующая у нас новость. У Лорены Рохас очень сильной неприятности с домом в Майами. Она купила его в 2006 году. Он находится в самом эксклюзивном месте Южной Флориды. Он очень дорогой. Ну и сами понимаете, за удовольствие надо платить. А с этим у Рохас проблемы. С июля прошлого года она не платит процента по кредиту. Уже напижала где-то 700 тысяч долларов. Понятно, что лечение рака удовольствия не из дешевых. Кроме того, Лорена удочерила девочку. Это тоже требует денег. Поэтому она платить не может. Но банку-то все равно. Он хочет своих денег. И подал на Лорену в суд. Плюс на нее лягут все судебные издержки, расходы на адвокатов, стоимость содержания дома. И еще куча всего-всего-всего. Одним словом, по совокупности Лорене придется выплатить около миллиона долларов без права обратиться за другим кредитом для погашения долга. Ну, у нее только один выход. Объявить себя банкротом. А это, в общем, чревато. Для ее кредитной истории в Соединенных Штатах. В общем, приятного мало. И денег ей взять особенно негде. Потому что, ну, я так понимаю, я так понимаю, что вот эта новелла, в которой она сейчас снимается на Вене Висьон, она больших дивидендов ей не принесет. Ну, что ж. Посмотрим, опять-таки, чем все кончится. Другая Лорена Мелитана борется с ужасной болезнью. У нее рак груди, но оптимизм, слава богу, не теряет. Под своей фотографией она пишет «Прощай волосы, но продолжай улыбаться и учиться. Вера и любовь». Пожелаем ей выздоровления. Она классная. Желаем ей всяческого здоровья. Желаем ей оптимизма. Желаем, чтобы она руки не опускала. Интересные подробности рассказал Куна Беккер о своих отношениях с Кейт Дель Кастильо. Он сказал, что в их отношениях была неверность. Причем не с его стороны. Он так изящно намекнул на то, кто здесь, собственно говоря, виноват. Молодец. При этом на вопрос прессы, а что такое, там Кейт говорила про его ориентацию, он сказал, что жизнь разнообразная. В общем, всякие варианты в жизни бывают. Нам все попробовать. Это как игра. И не надо так серьезно к этому относиться. В общем, опять-таки, совершенно непонятно, кто там чего сделал, кто в чем виноват. Виноват. Кейт утверждает, что она никакого романа с Куном не имела. Ее отец Эрик Дель Кастильо говорит, что тоже никакого романа не было. А Куна, вы видите, вот такие вот заявления делает. Ну, что это такое вообще, да? Опять же пропустила возможность промолчать. Расстаются Гаэль Гарси Аберналь и Долорес Фонси. Долорес сказала только то, что положение с их браком очень серьезное. Он на грани краха, и она в отчаянии. А Гаэль пару месяцев назад ушел из дома и теперь живет отдельно. Но это уже не первый раз, так что все еще может, так сказать, наладиться, вернуться на круги своя. А вот у Хорхи Аравена и Паула Тойс, похоже, уже ничего назад не вернется. Они расстались окончательно. Хорхи пояснил, что уже месяц они живут раздельно. Никаких споров из-за имущества, из-за опеки над сыном не будет. Ну, и какова причина расставания, он тоже как бы не очень сказал. Он сказал, что одно ясно, никакой неверности у них не было между ними. Во всяком случае, он верит в это. И с его стороны точно все было очень честно. Ну, тоже такой интересный намек, да? Я-то верю, что ничего не было. С моей стороны тоже ничего не было. А вот как уже она там, кто его знает? Ну, тут интересная закономерность. Как только у Хорхи возникают проблемы какие-то, то Паула тут же от него уходит. Сейчас он с телевизора ушел, и пока нигде не работает, кроме спектакля без цензуры. Так что, может быть, дело, так сказать, просто там объясняется. Просто не стало денег. Вот и все. Ну, и на последних новость приятная. Шакировнув беременна, хоть и отрицала это долго, хоть и говорила, что ничего подобного, но факт не утаишь. Как говорится, правда, она всегда наружу вылезет. В прямом смысле этого слова. Ну вот, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok